Мы берем интервью для сайта goodgame.ru у участников финального матча по Старкрафту киберспортивной студенческой лиги Ашбрингера и Саб-Зиро. Ребята, кто победил? Победила я с счетом 3-1. Ты играешь за? Расу Протос. Расу Протос, Саб-Зиро. Победила дружба, я зерк. Я, поскольку я твой земляк, я хотел болеть за тебя до того момента, когда ты сказал, что ты играешь за зерков. У нас сейчас уникальная возможность, на самом деле, увидеть игру глазами обоих участников. Сейчас будет невероятная аналитика. Что произошло в этом матче? Ну, мы начали просто играть и подчеркали карты. Потрясающая аналитика. В принципе, это единственная аналитика, которую я досконально понимаю. Подчеркали карты. Сколько было игр? Это Бест оф Три было, да? БО-5. БО-5. Вы играли полный БО-5 или? Четыре карты. Четыре карты отыграли. Сатэнсты одну катку затащил. Да, да. Единственная моя красивая карта, где я микридами смог захолдить иммортала. Я думаю, на мувик пойдет, потом себе в коллекцию отложу. А так, первая карта была от меня отвратительная, но я тоже очень много ошибался. Третья карта, вот мы так уже разыгрались, и я считаю, вот на третьей карте мы оба отыграли по максимуму, и объективно был эш сильнее. Конечно, если бы, как можно говорить, я бы еще 10 раз сыграл ее, может быть, я и выиграл несколько раз. 9 из 10 выиграл бы. Ну, а Берлинград был страшным сном прокси-хаты. Волновались перед матчем или во время матча? То есть, как вообще с волнением справляетесь? Ну, первая игра была все же волнительна, потому что, ну, новая обстановка, сцена все же, зрители. Ну, с волнением никак. Просто трясущимися руками нажимаешь кнопки? Просто проходит постепенно, то есть уже к третьей игре, ну, как дома почти играешь. Ничего как бы не замечаешь, просто монитор у тебя. Не мешало на сцене активное комментирование? Я вот заходил в зал, и во время вашего матча там комментатор говорил очень громко. У вас достаточно были звукоизолирующие наушники? Нет, они абсолютно ничего не глушили. Мы слышали абсолютно все, такое ощущение, что вот мы посмотрели полностью трансляцию. Я не знаю, почему нельзя было купить лучше, но вот вышло, как вышло. И по итогу, как бы там звук ты не выкручивал, музыку не выкручивал, ты все равно все слышишь. Ну, то есть фактически у вас был легальный мап-хак, да? Потому что комментатор рассказывал, кто что делает, какую базу занимает. Как вам вот такой опыт в игре? Ну, в принципе, на ВКСЛ это, насколько я знаю, не первый раз. Это уже, как нам сказали, 2016 года такая ситуация. Ну, надо исправлять. Я больше ничего не могу в этом давать. Вопрос от девушек goodgame.ru, которые никогда не запускали StarCraft. Ребята, почему вы выбрали себе такие ники? Ох, у меня история, наверное, долгая, но надо коротко, да? Можно по-разному, у нас много времени. А, ну, отлично. В детстве, я думаю, не знаю, кто-то знает, Бас, это такой вот ютубер есть. И мы с ним с детства дружим. И он, как раз таки, меня привел StarCraft. И Steam, как раз таки, он тоже меня зарегистрировал, потому что я вообще не разбирался в компьютерных играх. И у меня с оригинальностью плоховато. И я попросил, Сереж, ну, пожалуйста, какой-нибудь ник не подбери, хоть нормальный какой-нибудь. Он такой, ну, смотри, сейчас все с Mortal Kombat никами ходят. Ну, Scorpion это все такие, а вот с Abzira никто не ходит. Я такой, ну, ладно, давай. И вот с тех времен я ник и не меняю. Ну, действительно, очень редкий персонаж из Mortal Kombat. Можно же было взять себе какого-нибудь, я не знаю, сейчас в голову не по-синдул какая-нибудь, что-нибудь такое. Так, а у тебя ник, который я учил целых 15 минут. Запомните, Ashbringer, а не Ashbringer. Это на всякий случай профессиональным интервьюером потом, который будут брать после меня. Откуда такой ник? Ну, изначально я начинал играть в World of Warcraft, классику еще, и оттуда взял персонажа. То есть персонаж есть, по факту, в киновселенной. И я просто взял его, ну, как... Встырил. Да, можно так сказать. Парни, ну и глобальный вопрос. Что будет со StarCraft там дальше? Вот ваши прогнозы. Он сейчас вообще на какой глубине дна киберспортивной популярности? И какая у него общая судьба, вот на ваш взгляд? Сколько он еще проживет? Ну, то, что вопрос он проживет и не проживет, это не вопрос. Он точно будет жить. Вопрос только в каком состоянии он будет жить. На какой глубине? Ну, я бы сказал, лучи света еще видны. Надежда есть. Но очень тяжелая ситуация. Будем смотреть, как будет двигаться StarCraft. Еще вот уже на пятки наступает будущий проект от Frost Giant. С нетерпением его ждем. Конечно, будет и грустно, наверное, если он станет суперуспешным и полностью заберет большую часть аудитории StarCraft. Но если по итогу будет 50 на 50, нас тоже это устроит. Мы будем рады любому раскладу. Но хочется двигаться вперед, а StarCraft пока что стоит на месте. Когда появился второй StarCraft, очень сильно горело у поклонников первого StarCraft. Это же постоянная дуэль между новой школой и старой школой. Не произошла ли в этом родит своеобразная карма, когда второй StarCraft сначала просто буквально уничтожил первого StarCraft популярности, там только в отдельных странах под названием Корея он остался. Сейчас вот что нужно StarCraft второму, чтобы все-таки выплыть наверх? Или уже ничего не поможет? Ну, нужна поддержка финансовая. Если ESL еще же решит продолжить спонсорство, то StarCraft будет жить, в принципе, и новые игроки будут приходить так же. То есть это то же самое, как Бродвард будет в Корее. Все еще поддерживает, и есть лиги по типу ESL. А вы сами в первый StarCraft играли, пробовали? Нет. Тебе повезло. Просто очень большая разница в механике игры, поскольку в первом StarCraft она вообще не оптимизирована. Ну, просто для примера, там каждого раба нужно отдельно направлять на минералы каждый раз, когда он выходит. Да, там человек попал в обморок просто. Да, это просто жесть. Да, вот скажи, пожалуйста, вот мне всегда интересовало короли первого StarCraft, Flash, J-Dong, которые божили, уничтожали вообще все на своем пути, со своим безумным ОПМ, предрекали, что когда они перейдут во второй StarCraft, ну, за счет освободившегося ОПМ, из-за того, что механика второго StarCraft уже более совершенно, предрекалось, что они этот освободившийся ОПМ направят на то, чтобы вести там войну на 20 разных участках карты и вообще никаких шансов не оставят новой школе StarCraft'еров. Но по факту получилось так, что они пришли и, в общем-то, ничего особенного не добились. Вот в чем феномен? Почему так произошло? Ну, мое личное мнение, в Брудваре не такое есть макро, как именно в StarCraft'е втором, и поэтому именно макро сказалось. То есть, если микроконтроль в Брудваре все же в основном решает, чем макро игра, то в StarCraft 2 это, можно сказать, наоборот. То есть, строй побольше, хамись и как-нибудь заковыряешь. Ну, а я считаю, на самом-то деле, что просто такую историю, наверное, не помню, чтобы игрок из прошлой части, переходя в новую, 100% был бы топ-1, если он был там топ-1. Конечно, безусловно, будет хорошим игроком. Это совершенно другая игра. Даже ребята, когда пришли с Country Source в Global Offensive, они все равно изменились топы. Меняются постоянно игроки, нет такого, что кто-то стоит на месте, постоянно приходит новый талант, и он говорит тебе, дружище, ты уже слишком старый, иди отдыхай. Тут произошло и то же самое. Акела промахнулся, да, что называется. Парни, ну что, я вам желаю обоим успеха в любом направлении киберспорта, которое дальше вы выберете, и чтобы StarCraft... Давайте, ну, пожелаем, чтобы StarCraft пожил еще. Поиграйте. Спасибо большое, парни, за интервью. И буквально одно слово для зрителей портала GoodGame.ru. Ну, я часто захожу на GoodGame портал и смотрю новости, так что всего только наилучшего и хорошего. Ну, как раз-таки, вот я вспомню, Милки Коу брал интервью Майкера на Чемпионате России, и как раз-таки он просил разбанить его 6 аккаунтов на GoodGame. Я прошу то же самое. Разбаньте, Милки Коу, 6 аккаунтов на GoodGame. Это был последний шанс для Милки Коу получить свои 6 аккаунтов на GoodGame. Спасибо, ребята, удачи!